А вот оно! Великолепие! Начнем с самого, самого и самого лука. Это новая Супра. Ни для кого не секрет, что я сам стрелял из Супра. Это было два поколения назад, и заметьте, крайне успешно. А это знаменитый Фенон. На самом деле, лук, который востребован во всех секциях. Он просто сумасшедший, красив, обладает всеми данными. Самое главное, этот лук нравится всем. Его приятно растягивать, из него приятно стрелять. Признаться, как запасной лук, я бы сам хотел его иметь. Но перейдем к самому топу. Этот ПСЕ для тех, кто понимает, кто вообще достиг карбонового могущества в денежном эквиваленте. Это знаменитый стелс-карбон. Как вы знаете, здесь не просто карбон, а карбон с наполнителем. Вот когда вы будете стрелять из этого лука, вы почувствуете смертельную тишину. Смертельную тишину. Но это по ту сторону. А по эту сторону вы почувствуете неописуемый кайф. Во-первых, стреляя из этого лука, а во-вторых, владея им. Не каждый может себе позволить, поэтому вы подниметесь над другими. Ну а это для тех ценителей, кто просто не понимает, как можно стрелять из чего-то медленнее, чем вот этот Экспедит. ПСЕ Экспедит, он единственно кому может уступить, это ПСЕ Фулл Троттл. Но ПСЕ Фулл Троттл уже канул, снят с производства. И это единственный лук скоростной на сегодняшний день, который стреляет так, что ну просто никто за ним не угонится. При этом он комфортен, удобен, ровно тянется. Вообще плювый лук-то. Уже начинаю задумываться. Обладающий всеми технологиями абсолютно негнущийся райзер, тут просто почитайте на досуге. Это мечта тех, кто любит охотиться скоростными стрелами легкими на дальние дистанции. Для этого лука и 50, и 60 метров выстрел по козлу, блин. Ну в смысле по косуле, кто в курсе. У косули самцов называют козлами, потому смело можете из этого лука лупить всех козлов. Как их встретить? Ну и переходим к изюминке. Изюминка это новый ПСЕ. Даже вот, знаете, вот имя его. Его имя просто Драйв. Даже самый первый Драйв, это просто сумасшедший был лук, потому что он предлагал много за мало. Но потом у Драйва появился инновационный блок. Ну вы все помните, здесь все регулировалось, там вообще супер. Ну а это уже просто хай-энд. Они взяли самый бюджетный лук, запихнули просто самые современные технологии. Здесь снизу, сверху полноценные блоки. Вы можете регулировать растяжки. Вы можете просто оторваться этим луком по полной программе. И причем, что самое интересное, они ушли... А я не буду это говорить. Вообще-то я взял его на обзоры. Я это все расскажу в обзоре. Короче, чуть не занесло, блин, а? ПСЕ Драйв. Новая модель. Мало того, что, зараза, красивый по дизайну, так еще и толковый по цене. И по скорости, кстати, 330 футов в секунду. И заметьте, это ПСЕ-шные 330 футов в секунду, а не какие-то там на 4 буквы. Это тот же Драйв. Ну посмотрите, какая раскраска. Ну и просто сумасшедшая раскраска. Ну что, насладились, а? Насладились! Это раскраска какой-то умершей Кобры в зеленом цвете. На самом деле, конечно, камеры не передадут вот это все. Но поверьте, это суперцвет. И, кстати, вот в такой комплектации он уже идет с завода. Все. И петля, и пипсайд, и прицел, и полка падающая. И заметьте, это все крайне высокого класса. За умеренные деньги. Вот именно вот такая модель Драйва. Как он называется? ПКГ, что ли? Я уж не помню. Вот это офигенный выбор. Вы покупаете сразу все, и даже голова не болит. Раньше, конечно, это все было, ну так, полочка там, щеточка, и прицельчик так себе. А это уже реально, реально то, с чем вы пойдете на охоту. Ну или в тир. Ну или на 3D кому-нибудь помешать выйти на первое место. В общем даже. А это другая комплектация того же самого. Здесь классический камуфляж. Дальше не буду говорить. Здесь в принципе есть о чем сказать. Но ждите наших видео обзоров по SE Drive. Я думаю это будет, ну самая главная новинка этого сезона. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.